Привет, друзья! Хочу показать вам свой любимый класс автодомов. Я бы вот такой купил, будет сейчас баблишка на кармане, заказал бы. EXT 580 это Hymer Exist T, то есть полуинтегрированный тип автодома. Чем мне нравится? Нравится тем, что у него небольшая ширина. Видите, если будем смотреть так, то фактически на 5 сантиметров, чем кабина, шире будет жилой модуль. То есть он такой довольно-таки проворный. Проезжать можно спокойно, расходиться на узких дорогах европейских, как часто бывает, что несешься и думаешь, сейчас тебе зеркала поотрывают какие-нибудь сумасшедшие итальянцы. Здесь, смотрите, аккумуляторный отсек и блок управления. В принципе, что еще? Ну, понятно, что будут здесь располагаться и предохранители. Судя по всему, можно сюда еще поставить аккумулятор. Да, можно. Можно поставить еще один при желании. Значит, выхлопная труба печь-отопление, туалетный лючок. Кстати, удобно. Здесь можно поставить бутылочку с туалетной химией или даже в два этажа поставить захец, ну, то есть заправку в эту кассету, перчатки, там, может быть, ветошь какую-то. Освежитель. Хорошо, что сделали, так немножко утопили туда кассету. Тут, друзья, мы с вами видим газовый отсек. Скорее всего, два баллона. Вот часто спрашивают, можно ли заказать такую выездную платформу. Знаете, я думаю, можно. Это опция, которая доступна. Может быть, не всегда заводу ее предлагает, потому что как-то тяжеловато это интегрируется, наверное, в производственную линию, но я видел на выставках в Хюмере. В Хюмере ставят удобную штуковину, все-таки действительно тот дальний баллон, вот на эти отстегивать тяжело. Надо сначала этот отстегнуть, вытащить, потом второй. Тут с этой стороны небольшая дверь. В принципе, достаточно для того, чтобы отсюда загружать, выгружать что-то. Не знаю, то ли это из-за экономии, то ли еще для чего-то сделано. В общем, с этой стороны она поменьше. Ну, наверное, чтобы разместить окно и этот лючок для газового отсека, здесь, в общем, поменьше дверь. На задней стенке особо ничего нету, но, как вы знаете, можно прикрутить сюда и велобагажник, и какой-нибудь бокс дополнительный с грузом. Лесеньку вряд ли сюда можно заказать, но она особо так-то и не нужна в повседневной деятельности вашей. Видим инструмент здесь для замены колеса. Велосипед стоит, кстати, не в разобранном состоянии, но он и сам по себе маленький. Вот у меня велосипед сюда не влезет по высоте, надо будет что-то откручивать, как-то его там складывать. Судя по всему, видите, 108 сантиметров у меня все-таки повыше. Внутри, кстати, располагается кран слива из бака сточных вод, что там скопилось. 350 килограмм стандартно для багажа у Хюмера. Вот этот вес приятный, кстати. Вот у Адрии 150, здесь вот 350, на 200 килограмм больше. Видите, сюда можно что-то до 4 килограмм положить, какие-то мелочи. Ну, в общем, удобно, что сделана вот эта вот антискользящая поверхность. Она еще предохраняет от царапин всяких там. Бывает, что вещи царапают пол, там, или вот эту часть тоже пачкают. Но тут, видите, ничего нет. Сами уже захотите что-нибудь, наклейте сюда какую-нибудь штуковину. Заправка воды. Так-то, знаете, низко как-то она располагается. Значит, баки, они где-то там на нижнем уровне находятся. Вряд ли здесь двойной пол. Это же Fiat Ducato. Хотя, знаете, посмотрим сейчас. Что-то там, в принципе, и может быть. Так, значит, очень хочется посмотреть, что там насчет бака. Он утепленный или нет? Да, друзья, смотрите, бак утеплен. Вот он. В такой рубашке он располагается, которая, в принципе, позволяет путешествовать действительно круглый год. Ну, что ж, давайте посмотрим на основные характеристики. Общая длина 694 сантиметра, ну, почти 7 метров. Ширина 222, высота 277. Ну, и внутри 198 сантиметров. Ну, понятно, что до трех с половиной тонн может тянуть прицеп весом до двух тысяч килограмм. Ну, а цена, написано, что включая какой-то пакет 68 тысяч евро. Ну, понятно, что это в Германии. Нужно еще привезти, растаможить. Так, ну что ж, Fiat Ducato уже вижу, что он на автоматической коробке передач. Про двигатель я вам еще толком не рассказывал, но теперь у нас у Fiat Ducato другая разбивка 120, 140, 160 и 180 лошадиных сил. Все это на объеме 2 и 3 литра изменяется. Там геометрия турбины и двигатель немножко по-другому себя ведет. Но, знаете, предварительные испытания показали, что двигатели немножко задушенные, конечно, по экологическому классу, но в целом едут они нормально. Ну, конечно, меньше 140 сил я бы, наверное, просто не стал брать, потому что, ну, вот, попробовали, покатались на разных типах автодомов, начиная от полуэтыграла, заканчивая этыграла. Немножко все это не очень хорошо. Но со временем, я думаю, они их там поднастроят, может быть, софт какой-то выйдет, и можно будет обновить, и будут они пободрее. Ну, время идет, экологические нормы все выше и выше, и поэтому что-то придется выдумывать. Более того, уже здесь, наверное, появится, уже появился, наверное. Да, друзья, видите, уже это блю. Все, у Fiat Ducato теперь тоже есть эта заливная горловина. Ну, что ж, по правому борту идет кухня, такие вот изогнутые формы ящики. Ну, все, в общем, все по классике, друзья. Светодиодная подсветка. Здесь будет шкаф такой на три части разделенный. Сюда можно повесить, еще добавить таких крючков на эту панельку и повесить все свои полотенчики, какие-то, может быть, специальные щетки для посуды. Холодильник с морозильной камерой, все как надо. Просто гардероб, гардероб двухуровневый. Здесь плечики можно повесить, здесь тоже плечики, вешалки, там кто как называет. Ну, собственно, здесь у нас, друзья, по классике будет располагаться вот такой гардероб, еще большой уже, то есть вот девушке, жене вашей может будет здесь удобно все это расположить, все свои наряды. Тут тоже полка для личных вещей и, собственно, крючки, чтобы повесить сюда тоже какую-то одежду вечером. В спальной зоне, в принципе, довольно-таки приличный потолок. Есть несколько типов освещения. Попробую включить. Да, видите, загорелась лампочка, загорелась светодиодная лента, там точечные еще и светильники, называемые бра, как их нас называют. Здесь тоже с этой стороны будет шкаф для личных вещей. Здесь просто ящик. Кстати, бывало, что здесь лестница вставляется, здесь уже ничего не открывается. Тут двойной пол еще есть. Так, двойной пол, там ниша для обслуживания. Ну, собственно, душевая немножко, видите, пришлось здесь как-то обыграть арку колеса. Вот, но в целом, знаете, попробую зайти, чтобы вы так понимали объем. Тут схема, как правильно пользоваться этой шторкой. Ну, я думаю, в принципе, сложного ничего быть не должно здесь. Ну, в принципе, сел, расположился. Довольно-таки удобно мне здесь. Большое зеркало, светодиодная лента. Здесь, по-моему, шкафчики будут. Да, можно повесить. Вот, поставить сюда какие-то щетки пасты 220, кстати, розетка. Опять же, тоже щетку зарядить или бритву какую-нибудь. Так, тут мы с вами, тут уже ничего нету. Крючки, биотуалет. Кстати, интересно теперь вот это, что так поворачивается, видите. И смысл тоже на кнопку работает, здесь нажимаешь, и здесь как бы три лампочки, которые рассказывают вам о наполнении кассеты. В общем, в принципе, все довольно-таки понятно, как обычно. Здесь шкаф для туалетной бумаги, какой-то химии может быть. Ну, классно, друзья, смотрите, здесь, видите, сделали красоту. Есть и вентиляция. В общем, в принципе, все, друзья. Поэтому пространства вопросов нет. Площадка для установки телевизора, соответственно, там есть подводки уже 12 вольт. Здесь USB розетки есть, кстати. Вот так вот включим свет. Ну, куча всего можно сюда поставить, всяких опций из заглушки. Видите, прям все в нетерпении, когда же вы начнете этим заниматься. Панорамный люк закрывается на шторку, на антимоскитную сетку, если будете открывать. Ну, и автомат. Автомат, все, мне не терпится. Попробуйте, как он будет работать, как будет кататься. Даже прям, не знаю. Как только, друзья, получится сесть, я тут же сниму для вас ролик, расскажу о своих ощущениях, что да как, надо ли брать или надо подождать, наоборот. Вот, кстати, кран слива воды из бойлера. Тут электроблок еще какой-то. В общем, вот такой, друзья, вариант. Надо сказать, да, наверное, все-таки на двоих. Ехать-то могут четверо здесь. Два ремня безопасности я вижу. Но вот спать, наверное, получится только троем. Если остались вопросы какие-то по этой технике, пожалуйста, задавайте, с удовольствием буду отвечать. Это канал Яхты на колесах. Меня зовут Александр. Мы в Дюссельдорфе на караван-салоне 2019. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok